Глава восемнадцатая Глава восемнадцатая Дух обычно отходит от человека постепенно, но на самом деле это мы теряем способность постоянно слышать голос Духа Святого. Нам необходимо быть объективными, оценивая самих себя на основании слова, потому что нам не нужно подвергать сомнению истинность определенных вещей, о них ясно сказано в слове. Я сталкиваюсь со все большим количеством людей, которые пытаются всеми способами обойти Божье Слово. Они не желают делать то, что угодно Богу. И здесь мы подходим к очень важному моменту. Если вы выработали новые духовные привычки, то с вами произойдут две вещи. Во-первых, вас больше не будет привлекать прежний образ жизни. Однажды вы проснетесь и скажете, невероятно, но меня это больше не привлекает. Это произойдет на подсознательном уровне. Настолько плавно, что вы удивитесь и как и когда могло такое случиться, что вы потеряли страсть к определенной привычке. Она просто пропала. Во-вторых, в вас будет развиваться любовь, которая будет мотивировать вас по собственной воле делать то, что сформировала в вас новая привычка. Другими словами, вы разовьете совершенно иную реакцию на стимулы, которые прежде вызывали в вас желания. По Божьей благодати, пребывающей в вас, вы научитесь по-другому реагировать на те же раздражители. Все становится новым. Пути в мозге. Причина, по которой это представляет для нас трудность, как вы знаете, заключается в том, что в нашем мозге уже есть определенные пути. Это физиология. Мы знаем об этом. Есть точки в нашем мозге, которые соединяются пересечениями физиологических извилин нашего мозга. И последовательное развитие неверных жизненных привычек действительно прокладывает определенные тропинки в извилинах нашего мозга. Когда мы переживаем рождение свыше, эти тропинки не изменяются тотчас. Так что вы можете иметь новый ум со старыми тропинками, которые все еще в вашем мозге. А эти тропинки – не что иное, как привычная реакция на внешние импульсы. Мы называем их раздражителями. Я знаю, что на меня всегда оказывали определенные действия афиши. Я бывало просматривал непристойные фильмы, которые рекламировались в афишах. Если я проходил мимо кинотеатра и видел такую афишу, это вызывало мою привычную реакцию, и я заходил туда, протоптанная тропинка. А потом я стал христианином. Я подумал, ну что ж, теперь это не будет на меня действовать, я новый человек. Итак, я намеренно прошел мимо кинотеатра, того самого, в который ходил. Я увидел афишу. И что вы думаете? Раз, и я уже внутри. Я не мог поверить в это. Я просидел весь фильм с закрытыми глазами, молясь, чтобы Бог дал мне силы встать и покинуть это место. Никто никогда не объяснял мне, что рождение свыше не избавляет от старых тропинок в мозге. Вы все еще можете по-прежнему реагировать на внешние раздражители. Вы можете споткнуться на этом. Вам необходимо выработать новые пути. Это важный урок, который мы все должны усвоить. Я также питал слабость к танцам. Я вышел из семьи, где много пили, танцевали и гуляли. Будучи подростком и юношей, вечер каждой пятницы я проводил на танцевальной площадке. Потом к нам домой пришла одна маленькая женщина, и мы начали изучать Библию. Однажды она рассказала нам о субботе. И тут до меня дошло. Вечер пятницы. О, нет! Она сказала, что это суббота. Я стал размышлять о своей привычке. Я уже был убежден в необходимости оставить мирскую жизнь, но в моей жизни укоренилось столько мирских привычек. Обычно я ездил в вечернюю школу на поезде. Возвращался я около восьми часов вечера, сходил с поезда и выходил за ворота станции. Тут я мог повернуть направо, налево или идти прямо. Все три дороги вели меня домой. Но в пятницу вечером я привык всегда поворачивать налево, потому что эта дорога проходила мимо танцевального зала. И вот однажды, в пятницу, когда я сидел в поезде, направляясь в вечернюю школу по божьему проведению, рядом со мной оказался молодой методистский проповедник. Я рассказал этому проповеднику о внутренней борьбе, которую испытывал, чтобы оставить мирскую жизнь и изменить свои привычки. Он достал Библию, открыл римлянам шестую главу и прочитал мне текст шестнадцатый. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. Кому повинуетесь или рабы греха? К смерти или послушания к праведности? Именно тогда я впервые понял, что необходимо формировать привычку. Выбор за тобой, сказал он мне. Если в твоем разуме Божий Дух, то теперь ты можешь сделать сознательный выбор. Но я недостаточно силен, запротестовал я. Ну что ж, в следующий раз, когда ты столкнешься с искушением, начал было он. О, это случится сегодня вечером, перебил его я. Потому что я буду возвращаться домой. Так вот, в следующий раз, когда ты столкнешься с искушением, продолжил он, остановись на мгновение и проведи некоторое время в тишине наедине с собой, помолись и скажи Богу, что ты слаб, но позволь ему войти в твой разум в тот момент. Я подумал, это не трудно, и я могу это сделать. Так что с энтузиазмом поблагодарил его. И в тот вечер я возвращался домой, как обычно я повернул налево. Я прошел мимо танцевального зала, он был полон, горел свет, играл оркестр. Десятки людей сновали по залу, он был огромным. Я приостановился у дверей зала, и вдруг одна молодая девушка, с которой я был хорошо знаком, вышла и увидела меня. О, Билл, Билл, позвала она. Потом подошла и, взяв меня за руку, повела в зал. Все во мне кричало. Нет, 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 я не хочу входить. Но мои ноги говорили, «Да, да, да, я так был зол на себя. Я подошел уже к самой двери танцевального зала и вдруг замер, потому что Дух Божий напомнил мне о стихе о римлянам 6.16. Прекрати бороться, прекрати сопротивляться, прекрати сражаться, сдайся тому, кому ты будешь повиноваться». Сдаться – значит прекратить борьбу и сопротивление покориться. Я сказала этой девушке, «Знаешь, я сейчас не могу войти, мне нужно кое-что сделать». «Хорошо», – ответила она. Я повернулся и увидел огромное дерево, которое росло прямо напротив танцевального зала. Мне было всего 18 лет, и я сделал это впервые в своей жизни. Я отошел и встал под деревом. Я взглянул на небо и сказал Богу, «Знаешь, я почти готов войти в танцевальный зал. Я не хочу туда входить, но я слишком слаб. Молодой проповедник сегодня сказал мне, что если я покорю свою волю тебе, то я не войду в этот зал. Я не знаю, как это может произойти, но я отдаю тебе свою волю. Она твоя». На самом деле очень сложно рассказывать другим о том, что происходит в такие мгновения. «Но одно мгновение. Вы понимаете? И я уже знал, что не пойду в танцевальный зал. В мою слабую человеческую волю вошла божественная решимость. Я не осознавал этого. Во мне пребывал ум Христов, и Иисус решил не идти в танцевальный зал. Когда я повернулся, чтобы уйти, добрый десяток моих друзей вышли, чтобы вернуть меня в зал. Они окружили меня. Я никогда не забуду этого. «Что ты тут делаешь один?» Я был слишком смущен, чтобы сказать им, что я делал, поэтому я сказал, «Слушайте, кое-что произошло, поэтому сегодня я не смогу прийти на танцы». Они были разочарованы, однако я ушел. Я больше никогда не возвращался в этот танцевальный зал. Я также уяснил один из самых величайших уроков в своей жизни. Я уяснил, что я мог бы бороться, умолять Бога сделать меня сильнее. Но в одно мгновение, когда я подчинил свою волю Богу, Он сделал то, чего я не мог. Еще один урок, усвоенный мной в этом опыте, заключался в том, что теперь мне нужно поворачивать направо. Потому что не нужно становиться на путь искушения. Так что я стал поворачивать направо. Пару лет назад мой старший сын, тоже пастор, побывал со мной в Мельбурне. Он попросил, «Папа, свози меня туда, где ты жил раньше». «Зачем?» спросил я. «Ну, ответил он, я просто хочу кое-что проверить». «Хорошо», согласился я. Мы сели в поезд и отправились туда, где я раньше жил. Мы сошли на станцию, и он сказал, «Папа, я знаю, что, может быть, тебе будет трудно сделать это, но я прошу тебя, чтобы ты сейчас освободил свое сознание от преднамеренных действий». «О, как же, как же», ответил я. «Я прошу тебя пройти через эти ворота», сказал он мне, «но я прошу, чтобы ты не думал, чтобы автоматически прошел через них и свернул либо влево, либо вправо». «Без проблем», сказал я. «Итак, я прошел через ворота. Я пытался не думать об этом. Я просто шел, как обычно. Как вы думаете, куда я повернул?» «Конечно же, я повернул направо, потому что это давно уже стало моей привычкой. Уже сотни раз я поворачивал направо. Более того, я сказал сыну, «Знаешь, невероятно, но я действительно забыл другую дорогу. Мне пришлось бы снова изучить этот маршрут, потому что долгое время я поворачивал только направо. И этот путь стал наиболее легким и простым для меня. Я могу повернуть направо и отвезти тебя к дому, где я жил. Никаких проблем». В тот момент мои глаза открылись, и я взглянул на себя по-новому, потому что повернул направо, не раздумывая. По своей воле я сделал что-то, что уже утвердилось в моей жизни как привычка. И даже несмотря на то, что долгие годы своей жизни я поворачивал налево, и что та старая дорога все еще находилась там, установленная привычка поступать по-новому взяла вверх. Исходя из моего опыта, это очень важно. Я думаю, что в программах «12 шагов» люди делают смелую нравственную проверку. Другими словами, люди учатся распознавать привычки, которые нужно заменить. Не живите обобщениями. Замечательно, когда вы можете распознать в своей жизни привычки, которые необходимо заменить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова